Доброе утро, дорогие братья, сестры! Вновь приветствую вас на очередном духовном завтраке. И мы продолжаем с вами такое некое страстное путешествие с Иисусом Христом. Последние дни Его жизни, дни Его страданий, Его распятия и воскресения из мертвых. И сегодня четверг, сегодня четвертый день после того, как Иисус вошел в Иерусалим, въехал на осленки в Пальмовое воскресенье. И вот сегодня четверг, сегодня этот день, когда Иисус совершил последнюю вечерю со своими двенадцатью учениками. Он проводил эти дни по-разному, проводил там где в храме, проводил со своими учениками, с верующими. Но четвертый день, вот этот четверг, его еще называют чистый четверг, Иисус провел именно с двенадцатью учениками, с двенадцатью апостолами, совершая вот эту пасхальную вечерю. И прочитаем Евангелие от Луки, 22 глава, посмотрим, как это происходило, что там было. И вот в 22 главе написано, «И когда настал час, он возлег и двенадцать апостолов с ним, и сказал им, очень желал я есть с вами эту пасху прежде моего страдания, ибо говорю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве Божьем. И взяв чашу и благодарив, сказал, примите ее и разделите между собой, ибо говорю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божье. И взяв хлеб, и благодарив, преломил и подал им, говоря, это тело мое, которое за вас предается, это творите в мое воспоминание. Также и чашу после вечерей, говоря, это чаша Новый Завет в моей крови, которая за вас проливается». Вот такое было время. Иисус общается и вечеряет со своими двенадцатью апостолами и предупреждает их о том, что такая вечеря, такой ужин здесь на земле – это последний. Он говорит, более не буду с вами есть от плода виноградного, есть от хлеба сего. Он говорит, но в следующий раз мы с вами встретимся там на небесах. И с одной стороны, это такая прощальная вечеря, такое прощальное время. Иисус прощается с ними, но он говорит, не навсегда, что однажды придет время, когда они встретятся и будут вечерять уже там на небесах. И он говорит, что но вы останетесь еще здесь на земле, вы еще остаетесь здесь. И Господь оставляет нам время, Господь оставляет нам жизнь, годы, дни жизни, чтобы мы пребывали еще здесь. И он говорит, но делайте это, совершайте эту вечерю, пускай уже без моего такого явного присутствия, но воспоминания. Вспоминайте об этом, что я ожидаю вас там на небесах. Он прощается с ними, но оставляет им надежду, что однажды они увидятся на небесах. И там ожидает вечеря вечная, вечеря славная, вечеря вот эта нерушимая, которая намного будет прекрасней, чем та вечеря, которую он совершает здесь с учениками на земле. И он говорит, не забывайте, что я жду вас там. Он говорит, делайте это, собирайтесь, совершайте таинство, совершайте эту вечерю, совершайте причастие в воспоминания обо мне, чтобы вы не забывали, что я жду вас на небесах. Апостол Павел в своем послании однажды написал, он говорит, я знаю, что там несравненно лучше. Та вечеря, которая совершится там на небесах, она несравненно лучше, чем эта вечеря, которую мы совершаем на земле. Он говорит, но здесь оставаться мне полезней для вас. И Господь оставляет сегодня нам с вами дни жизни для того, чтобы мы принесли еще пользу на этой земле, чтобы мы принесли еще плод для Царства Божия, чтобы мы помогли какому-то человеку, может быть, родственнику, может, близкому другу встать на Божий путь, на путь спасения. И это будет польза для Него. И Господь оставляет нам дни жизни здесь на земле. Он говорит, но я хочу, чтобы вы всегда помнили, что там на небесах я ожидаю, когда мы с вами встретимся все вместе за небесным столом и совершим небесную вечерю. Драгоценные, давайте мы сегодня поразмышляем об этом. И напомним себе, напомним душе своей, что Господь ожидает нас там в небесном Царстве. Пускай сегодня этот день, он будет днем воспоминания, днем напоминания нам, себе, душе, сердцу своему. Господь меня ждет на небесах. Господь ждет меня. Но оставляет меня еще здесь, потому что я кому-то нужен. Потому что я кому-то могу принести пользу. Да благословит нас Господь драгоценный. Пускай сегодня этот четверг будет чистым четвергом для каждого из нас во имя Иисуса Христа. Аминь.